Мы завершаем телевизионный курс «Синтаксис и стилистика русского языка». И вместе с этим телевизионным курсом мы завершаем и весь цикл, посвященный русскому языку. Напомню, что в составе нашего цикла были курсы, посвященные фонетике, лексике, словообразованию, морфологии и синтаксису в основном. Научный стиль не случайно оказался последним аккордом в нашем телевизионном курсе. Это наиболее близкий всякому образованному человеку, всякому ученому человеку стиль. Этот стиль выводит нас к самому достоверному знанию, к научному знанию. С этим стилем мы встречаемся, начиная со школьной скамьи, в учебнике и продолжаем пользоваться им всю жизнь. И вместе с тем, нужно сказать, что этот стиль наиболее такой кастовый. Если в официальном деловом стиле документы, по сути, требуют составлять всем людям, если выступать с публичной речью приходится довольно большому количеству людей, то, что касается научного стиля, активно им пользуются, то есть не читают, а пишут. Довольно немногие люди единственный случай прикоснуться к тонкостям научного стиля, это учеба в высших учебных заведениях, в частности, написание курсовой и дипломной работы. Но, к сожалению, научный стиль курсовых и дипломных работ далеко не всегда соответствует своему названию. Вот поэтому в рамках сегодняшней лекции мы поговорим не только об истории, особенностях и жанровой системе научного стиля, как это мы говорили, о стиле публицистическом и официальном деловом. Мы сегодня поговорим также и о требованиях, которые можно выдвинуть к научному стилю. Дополним эту лекцию еще одним компонентом. Что я пытаюсь тут сделать? Я пытаюсь навязать некоторые правила, то есть искусственно воздействовать на стихийное развитие языка. Вместе с тем, в практике научного стиля такие попытки и весьма успешные были. В общем-то и до сих пор в определенной степени нормируют научный стиль базовые документы, издаваемые Высшим аттестационным комитетом, документы, которые предъявляют требования к диссертации. С другой стороны, нужно сказать, что несмотря на попытки нормализовать научный стиль, все-таки в каждом научном сообществе, даже в микросообществе, на кафедре или в среде ученых, принадлежащих к одной школе научной, стиль будет немножечко свой. И, конечно, тут трудно не вспомнить такую историю про известного ученого, академика, которого внук спросил, дедушка, а правда ли, что твою книгу ждут по всему миру? Книгу, которую ты сейчас пишешь. На что дедушка ему ответил? Правда, внучек. Но только пять человек. То есть, с одной стороны, научный стиль в своем методическом, в своем популярном варианте приходится воспринимать всем. С другой стороны, в научном стиле пишут немногие. И те немногие, которые пишут вопреки необходимости широкого научного общения, очень часто пишут в рамках традиций своей школы. И, естественно, научные произведения по филологии и научные произведения по математике пишутся совершенно в разном стиле. Хотя это естественно, но, в общем, как бы неправильно, потому что научный стиль должен быть единым по определению. Итак, перейдем к характеристике, собственно, научного стиля. Прежде всего, скажем, где научный стиль используется. Научный стиль обслуживает академическую сферу общественной жизни. То есть, область фундаментальных исследований, область обучения и пропаганды научного знания, область внедрения научных достижений в производство. Ну, вот мы приблизительно четыре сегмента научной сферы деятельности наметили. Это фундаментальные исследования, обучение, пропаганда и внедрение. Вот об этих четырех сегментах мы будем говорить, когда будем выделять типы научного стиля позднее. А сейчас перейдем к разговору об истории научного стиля. Нужно сказать, что научный стиль не может быть описан как явление одного конкретного языка. Хотя это и странно. Дело в том, что научный стиль зародился еще в древнегреческом языке, а развивался он в языке латинском. И через посредство этих двух языков сама идея науки проникла и к новым народам. И постепенно, под влиянием международного научного латинского языка, который включил в себя большое количество греческих элементов, в языках новых народов сформировался научный стиль. Это относится и к русскому языку. И русские, и выписанные из Германии академики, писали свои произведения по-латински. Дола Манусова. И нужно сказать, что до сих пор в научном стиле любого языка сохраняется значительное количество греческих и латинских заимствований. А это значит, что развитие научного стиля нельзя отнести только к одному языку. Можно сказать даже так, что научный стиль – это зародышевая форма естественного международного языка. Есть искусственные международные языки, о которых мы говорили, такие как асперанта. А вот это, возможно, прообраз естественного международного языка. Итак, обратимся к международным греческим и латинским заимствованиям в русском языке. Греческое слово «хирург» происходит от греческого слова «хейр» – «рука» и «ургас» – «творящий», то есть тот, кто работает руками. Греческое же слово «морфология» происходит от слова «морфе» – «вид» и «логос» – слово «морфология» – это слово о видах. В русском языке «морфология» – это наука о частях речи, то есть о видах слов, а в «зоологии», например, это наука о видах животных. Но, тем не менее, называется она одинаково. Нужно сказать также, что научный стиль, вопреки рассказанному о делении на школы, обладает также и значительным количеством не только международных слов, но и межотрасливых слов. Все-таки он стремится ко всеобщности, и это его естественное устремление. Философия – это также греческое слово, которое пришло к нам довольно-таки давно, еще в те времена, когда научный стиль, собственно, в русском языке не сформировался. Это слово было известно уже и древнерусским книжникам. От слова «софия – мудрость» и от слова греческого «любить» – философия «любовь к мудрости». Приведем также примеры латинских заимствований. Вот от одного только глагола «пона» большое количество научных слов образовалось. Глагол «пона» обозначал «кладу». Например, оппонент, депонент, экспонат. Получается, оппонент противоположный, с приставочкой «об», которая потом изменилась в «об». Депонент – отложенный, с приставочкой «д». И экспонат – выложенный буквально. Также к латинским заимствованиям, но уже от другого слова «спекту» смотрю, относятся такие слова, как «ретроспектива», «конспект». «ретроспектива», то есть «смотрю на старый конспект» с приставкой «кон» вместе, «смотрю вместе». Итак, мы видим, что вполне справедливо утверждение, что много греческих и латинских, в том числе международных слов, есть в научном стиле, который используется в русском языке. Нужно сказать, что есть в истории попытки сформулировать требования к оформлению научных работ, и, в частности, к стилю. Среди этих требований выделяется работа Рене Декарта под названием «Наука-дидактика», где Декарт, в частности, предложил делить научный текст на регулярные какие-то единства, главы и более мелкие объединения, предпосылать этим единством значимые заголовки, не образные, а содержательные и так далее. Во многом Декарт упорядочил научный стиль, и, в общем-то, многим людям сегодня, создающим научные произведения, но, в частности, студентам, которые пишут дипломную работу, не грешно было бы познакомиться с требованиями Декарта к оформлению научных произведений. В русском языке научный стиль появился в работах Михаила Васильевича Ломоносова. Нужно сказать, что Ломоносов дал образцы научного стиля первые в своих работах. Ну, например, в таких работах, как «Риторика» или упомянутую уже в нашем курсе «Грамматика русского языка», Ломоносов создал некоторые научные термины сам непосредственно. Ну, например, слово «кислый» было использовано для образования слова «кислота» с отвлеченным суффиксом «от». Нужно сказать также, что Ломоносов наряду с русскими словами использовал также и церковнославянские слова. В частности, в грамматике была использована традиционная церковнославянская терминология. Например, «падеж» является калькой с греческого слова «спряжение», «склонение», «подлежащее», «сказуемое». Все эти слова, которые звучат довольно понятно русскому человеку, поскольку язык-то родственный, тем не менее, в прямом смысле русскими не являются. Они были использованы в научном стиле и по сейчас там используются. То есть мы можем сказать, что наряду с заимствованиями и, собственно, русскими словами есть и вот такая особая категория церковнославянских слов, которые мы не можем считать в буквальном смысле заимствованными, но и в полной мере русскими, исконно русскими тоже считать их не можем. Ну вот на этом разговор об истории научного стиля мы и закончим. Единственное, что можно сказать, что научный стиль развивается и сейчас, но в основном количественно, обогащаясь новыми словами постоянно, обогащаясь новыми терминами. Но все-таки основные особенности научного стиля, о которых мы сейчас начнем говорить, они уже к концу XIX века были сформированы и проявлены уже в трудах великих русских ученых. Ученых таких, как Менделеев, Лобачевский, Пирогов, Сеченов и замечательных лингвистических работах Владимира Ивановича Дали, которого не могу не упомянуть. Вот где мы можем найти образец чисто русского языка в научном стиле. Итак, перейдем к разговору об особенностях научного стиля. Первая особенность, о которой мы по традиции говорим, это цель. И обращаем на цель научного стиля особое внимание. Целью научного стиля является по возможности точно и полно отразить факты окружающей нас действительности. Нужно сказать, что слово действительность называет нечто в философском смысле неопределенное или определенное по-разному в разных школах. И поэтому данное определение, собственно, воспринимается несколько, так скажем, на бытовом уровне житейского здравого смысла. Все мы понимаем, что такое действительность. Это то, что нас окружает, с чем мы каждый день сталкиваемся, но мы не можем определить ее вообще. И нужно, конечно, сказать, что если покопаться-то в целях научного стиля или в целях вообще самой науки, то окажется, что мы пытаемся отразить что-то за пределами самих себя, объективно существующее, от нас независищее. Тогда как мы по существу своему ничего не можем помыслить, кроме того, что уже внутри нас есть. Вот это вот большое противоречие научного стиля, оно выливается в стилистические проблемы. Проблема в том, что в научном стиле часто возникает эмоциональность, индивидуальность, ячество какое-то, я, мы, вот чего не следовало бы допускать в научном стиле. И все это идет от того, что мы пытаемся описывать что-то вне положенной, задача такая стоит, а на самом деле видим его как что-то субъективное, нам принадлежащее. И очень часто этот субъективизм проявляется в стиле. Среди других особенностей научного стиля та, что научный стиль обладает все-таки большей индивидуальностью, чем официально деловой стиль. поскольку, ну, в какой-то мере ученому позволен субъективизм, ну, в той мере, в которой он не может от него отказаться. Вот. И все-таки эта индивидуальность не может быть больше, чем в публицистическом стиле или в разговорном, поскольку в этих двух стилях реализован в разговорном стиле просто произвол индивидуальной личности, а в публицистическом стиле творческое начало реализовано. Причем художественно творческое начало, в отличие от научного стиля, где также творчество присутствует, но все-таки научное, то есть определенными целями и задачами направленное творчество. Научный стиль характеризуется логической последовательностью изложения, упорядоченной системой связи между частями. Ну, это как раз то, что предлагал в научном стиле именно Рене Декарт. В значительной мере, нужно сказать, научная работа действительно характеризуется вот этими особенностями, но находятся и такие, которым данные особенности не свойственны. Среди образцовых научных работ, написанных действительно удивительно понятно, прозрачно, целенаправленно, конечно, работой ученых-структуралистов, которые анализировали структуру языка, и структуру фольклора, и структуру литературы. Я хотел бы назвать одну работу, замечательную исторические корни волшебной сказки Владимира Яковлевича Проппа. Владимир Яковлевич Пропп написал настолько логичное, настолько последовательное, настолько членораздельное, понятное научное произведение, что читать его может даже школьник. И при этом это произведение остается глубоко научным, и там вскрыты удивительные истины, там можно найти, откуда происходит «Баба Яга» и «Кощей бессмертный», ну, конечно, архетипы восстанавливаются гипотетически, но все это на основе достоверного анализа, привлекаются факты из разных культур, разных народов. Очень интересная книга, которая как раз может служить образцом ясности, понятности, последовательности, логичности изложений. Нужно сказать, что для научного стиля обязательны рубрикации, то есть должны быть выделены какие-то части, главы, параграфы, пункты, подпункты, обязательно. Причем названия этих частей должны быть содержательными, должны быть понятными, сообщать о том, что действительно в этих главах, параграфах, пунктах содержится. Следует сказать также, что научный стиль отражает причинно-следственные связи, ну, так как призван характеризовать действительность, отражает связи фактов, и поэтому в научном стиле, естественно, использование сложно подчиненных предложений. Синтаксис, таким образом, в научном стиле будет довольно-таки разветвленный, сложный, и нужно сказать, что он позволяет передавать как раз логические отношения фактов. Следует также упомянуть, что если оценивать разнообразие синтаксических конструкций научного стиля вообще, то есть всех существующих научных работ, то это разнообразие в значительной мере, то есть в десятки и сотни раз, на два-три порядка, перекроет разнообразие синтаксических конструкций в художественной литературе. Даже если брать таких сложно пишущих авторов, как Лев Николаевич Толстой, цитаты из произведения которого мы рассматривали, как раз анализируя сложное предложение. Так вот, научный стиль в этом отношении, безусловно, богаче. Но это, опять же, если иметь в виду сумму разных построений и предложений у разных авторов. У одного автора ни в коем случае богаче, чем у Толстого, не будет. Нужно сказать, что в научном стиле нежелательна эмоциональность и образность. Хотя можно в устных научных жанрах, таких как лекция, полемическое выступление, все-таки можно, использовать некоторые образные выражения. Ну, в частности, вот, можно вспомнить, что известный русский хирург Пирогов в своей лекции говорил студентам, что новопривитый лоскут нужно холить. Он говорил такими словами, как кровоточащий, например, и даже окровавленный, потому что обращался к живым людям и хотел не только передать информацию, но и произвести эмоциональные впечатления, чтобы усилить восприятие. Я думаю, что эмоциональность и образность в научной лекции допустимы, тогда как в тексте письменном эмоциональность и образность явно нежелательны. Но, тем не менее, опять же, можно привести примеры ученых, в частности, Алексея Михайловича Пешковского, которые писали с употреблением и субъективных каких-то характеристик, и эмоциональных, это не снижает достоинство научного труда. Воспринимается он еще более живо, красиво, непосредственно. Вот, поэтому, опять же, трудно предписывать здесь правила, ну, так скажем, правила для великих. Вот, однако, следует предписывать правила для дипломных работ. В научном стиле ограничено употребление оценочных средствах. То есть, нельзя говорить ошибочно, ошибается, неправ, заблуждается, демагогия, софизм, путаница. Вот, посмотрим на эти слова еще раз. Хотя и говорят, говорят в сердцах, говорят в полемическом задоре. Однако, таких слов нужно избегать. Как же это сделать? Нужно использовать такие описательные, обтекаемые обороты. Не надо говорить ошибается. Можно сказать, что позиция автора уязвима, или, может быть, подвергнута критике. Не надо говорить, что автор выражается запутанно. Можно сказать, что он выражается непоследовательно. Можно также сказать, что позиция спорна, вызывает сомнения, возражения. И, таким образом, уйти от прямой оценки деятельности своего оппонента, что, в общем-то, неэтично в научном стиле. Как и в официальном деловом стиле, в научном стиле используются термины. Ну, мы повторим определение. Это слова и сочетание слов, выражающие понятия в специальной области знаний. Ну, например, субстантив — термин, обозначающий существительное в лингвистике. Конвергенция — термин, обозначающий сближение и совмещение, он используется и в лингвистике, и в естественных науках. Термин межотраслевой, распад — термин ядерной физики, ну, который, правда, имеет другие значения в обыденном языке, как слово, уже не как термин, как обычное слово. В научном стиле используются, как и в официальном деловом, особые видоизменения частей речи. Надо сказать, что в отличие от официального делового стиля, в научном стиле не следовало бы использовать отглагольные существительные. Вот такие, как проводятся испытания, следует сказать, просто испытываются, происходит рост, следует сказать, просто растет, имеет место повышение, следует сказать, просто повышается. Нужно сказать, что в научном стиле целесообразно использование производных союзов и союзных оборотов. Тот факт, что по мере того как, при том условии если. Почему целесообразно? Потому что такие союзы позволяют точнее передать тонкости взаимоотношений фактов, что очень важно для научного стиля. В научном стиле, в естественных дисциплинах, в таких как, например, минералогия, которая связана с описанием внешнего вида камней, совершенно необходимо большое количество прилагательных, указывающих на особенности внешнего вида. Такого количества прилагательных в нейтральном стиле нет, поэтому приходится их выдумывать. И вот для научного стиля некоторых дисциплин, в основном естественных, в частности минералогии, медицины, биологии, характерно употребление искусственных авторских прилагательных. Ну вот обратимся к примерам. Травяно-зеленый, яблочно-зеленый, грязно-зеленый, густо-зеленый. Ну, наверное, густо-зеленый слово довольно типичное, а вот травяно-зеленый, яблочно-зеленый вряд ли. Или шарообразный уже довольно такой вошедший в обиход слова, но если мы вспомним лентаобразный, грибообразный и так далее, то мы поймем, что медики в своих работах употребляют слов прилагательных больше, чем употребляют все другие простые смертные. Для научного стиля, естественно, наличие вводных слов, потому что научный стиль требует логичности изложения последовательности, а значительная часть вводных слов служит как раз для того, чтобы отражать последовательность изложения. Например, такие вводные слова, как «во-первых», «во-вторых», «с одной стороны», «с другой стороны». Нужно помнить, что в научном стиле, вопреки традиции, нежелательно использовать отсылочные слова «выше», «ниже», как было отмечено. Почему? Да потому что они затемняют смысл текста. Где это выше искать, далеко не всегда понятно. Что же следует делать? Следует давать адресные отсылки. Ну и на этом мы переходим от характеристики особенностей научного стиля уже к характеристикам типов научного стиля. Прежде всего, мы выделим тип научно-исследовательский или, собственно, научный. Это такой подстиль, который используется в теоретических работах в описаниях серьезных научных экспериментов. В этом подстиле или в этом типе создаются такие жанры, как диссертация. Это научная работа, выносимая на защиту для соискания ученой степени. Фундаментальный научный труд, который создается по строго заданным правилам. Правила эти официально утверждаются. Там определенная композиция должна быть. Для людей, посвященных, неинтересно, потому что уже знаю все это. А для непосвященных я сейчас рассказывать не буду, потому что если придется писать, то все равно нужно обратиться к официальному источнику, который нормирует, как же все-таки нужно строить диссертацию, в частности, ее введение. Монография. Это большой научный труд, книга, посвященная одной проблеме, углубленно разрабатывающая эту проблему или тему. Монографии пишутся в самых разных областях научной деятельности. В частности, и в лингвистике тоже. Реферат. Это вторичное изложение первичного текста. То есть, если мы пишем реферат, ничего творческого делать не нужно. Не нужно ничего выдумывать. Не нужно ничего исследовать. Нужно прочитать и пересказать. Реферат может быть сделан, подробный реферат по одной книге, может быть сделан обзорный реферат по некоторым книгам. Но чаще всего по нескольким книгам делается реферат в учебных целях. А в научных журналах с целью ознакомления с новыми публикациями делаются подробные рефераты по одной книге. Статья. Это не газетное произведение, научная статья. Это большое произведение, до 30 страниц, которое детально доказывает оригинальную научную идею автора. Если оригинальные научные идеи в публикации не изложены, то это может быть заметка, но никак не статья. Тезисы — это кратко сформулированные утверждения, основные положения доклада или лекции, которые публикуются заранее перед докладом или лекцией, чтобы слушатели могли оценить, насколько они заинтересованы в том, чтобы этот доклад слушать. Следующий тип, о котором мы говорим, — это тип научно-методический. Применяется он в целях обучения. Иногда делят его на два — научно-методический, научно-учебный. То есть, относят к одному то, что пишет преподаватель, а к другому — то, что пишут студенты. В реальной практике это обосновано, потому что студенты пишут не совсем так, как хотелось бы. Но в идеале это должен быть один тип, и студенты в своих дипломных и курсовых работах должны писать ничуть не хуже, чем преподаватели в учебниках. Итак, научно-методический тип применяется для обучения, является производным от научно-исследовательского типа, но упрощен, адаптирован в целях доступности для начинающих. Научно-производственный тип используется в производственной сфере, когда внедряются некоторые новые научные разработки. Научно-производственный тип близок к официально-деловому стилю, лежит на границе, в общем, какая-то гибридная форма, и научно-производственный тип пытались даже выделять в особый стиль языка. Однако широкого признания эта идея в науке не получила. Нужно сказать, что вообще-то научно-производственный язык наименее сформированный и наиболее закосневший, поскольку еще испытывает на себя официально-деловое влияние. В этом подстиле создаются такие жанры, как проект, технические условия, всевозможные ГОСТы. А из тех жанров, которые приходится использовать всем людям, не относящимся к научно-производственной деятельности, я хотел бы назвать инструкцию по эксплуатации, которая каждому из нас в руки попадала, и написана таким корявым и непонятным языком подчас, что хочется просто скомкать ее и выбросить. Замечательная есть где-то в зоне РУ публикация в интернете под заголовком «Инструкция по эксплуатации инструкций». Пункт первый – инструкция – это прямоугольный, плоский, целлюлозно-бумажный предмет с нанесенными на нем типографским способом, печатными знаками. Пункт второй – подготовка к эксплуатации инструкции по эксплуатации. Перед эксплуатацией инструкции по эксплуатации расположить инструкции по эксплуатации на плоской, ровной, гладкой, устойчивой, чистой, хорошо освещенной поверхности. Пункт третий – и так далее. Я не буду уже продолжать. Я думаю, что желающие сами найдут в интернете, или, может быть, даже уже видели. Вот это, с позволения сказать, художественное произведение. Так вот, есть и реальные примеры из инструкций по эксплуатации, которые по своей анекдотичности с большим запасом перекрывают только что цитированный текст. Вот, например, в инструкции к пылесосу, я не буду называть марку, дабы это не прозвучало как антиреклама, написано «Не допускать попадания пыли в прибор». Но замечу, что марка солидная, хорошо известная веками уже. Или в инструкции к монитору написано «При возникновении признаков огня и дыма отключите монитор и обратитесь в сервисный центр». Ну вот, некоторые, конечно, такие нелепости, они, может быть, и с точки зрения практической, ну, никакого особенного затруднения не представляют. Но с точки зрения стиля выглядит все это весьма коряво. Другие примеры привести, к сожалению, не могу, потому что там нельзя обойтись без названия конкретных марок. Итак, мы делаем вывод, что научно-производственный тип не до конца еще сформированный и лежит на границе научного и официально-делового. Ну и, наконец, последний тип, научно-популярный. Он оказывается на границе публицистического стиля и имеет целью не только изложить объективные факты, но и убедить, увлечь того, кому предназначено данное произведение. Среди жанров можно назвать, в частности, самоучители, всевозможные практические руководства. Ну вот сейчас, вслед за периодом некоторого спада, когда шло отторжение советского типа подобных книг, пошел новый тип, новая волна, и сейчас можно встретить всякие такие книжки под названием «Как стать собственным психотерапевтом» или «Сам себе репетитор» и подобные. Это все, конечно, самоучители типичные. Нужно сказать, что помимо самоучителей значительную долю в советской научно-популярной литературе занимали так называемые «занимательные книги», которых, к сожалению, теперь не стало. Хорошие были книжки. Библиотечка «Квант» была. Вот могу одно из названий привести. «Физика в ванне» популярно излагалась, как движутся волны, причем не только водные световые, как измерить объем с помощью вытеснения воды и так далее. Очень-очень занимательная, понятная, доступная, простенькая книжка. К сожалению, сейчас их делается все меньше. Но зато в научно-популярном стиле все больше распространяется такая вот скрытая реклама. Или даже и не скрытая, открытая реклама. Много есть реклам медицинских препаратов, каких-то средств гигиены, которые используют научные слова, научные понятия. Даже если телевизионные, то сопровождают какими-то схемами, условными обозначениями. И все это для того, чтобы сделать более убедительной сообщаемую информацию. Это как раз новая дорога научно-популярного типа. И если нам объяснили, что жевательная резинка не просто жевательная резинка, а что она полезна для зубов, потому что она с ксилитом и карбамидом, употребили два научных слова, то, наверное, от этого она стала привлекательнее. Единственное, только не для тех, кто действительно владеет научным стилем и знает, что карбамид – это мочевина. На этом мы, наверное, и закончим разговор. О типах и жанрах научного стиля. А сейчас мы перейдем к заявленному с самого начала разговору о требованиях к научному стилю, но которые можно выдвинуть в рамках, может быть, все-таки учебно-методической разновидности применительно к дипломным и курсовым работам. Поскольку я еще раз говорю, естественное развитие языка не может быть подвергнуто некоторому влиянию извне. И с другой стороны, попытки такого влияния всегда совершаются. Вот я сейчас и пытаюсь совершить одну из таких неблагодарных попыток. требования, которые я сейчас буду озвучивать, выработаны в практической работе. С ними можно соглашаться, можно не соглашаться, их можно обосновывать. То есть я не претендую ни в коей мере на истину в последней инстанции, но я считаю, что соблюдение этих требований делает научный текст более понятным, более достоверным, более целесообразным. А следовательно, требования эти стоит выполнять. Итак, первое требование, которое, в общем-то, стандартно идет от правил оформления работ, выносимых на защиту. Во введении следует предложить комментарий к формулировке темы. То есть если мы пишем о культуре речи, то нужно написать, что такое культура, что такое речь, а потом, что такое культура речи. А потом уже переходить к разговору об актуальности темы, допустим. Опять же, нужно указать объекты предмета исследования, обосновать актуальность, сформулировать цель, задачи работы, перечислить методы исследования. Ну, могут быть и какие-то другие компоненты. Описать структуру работы в введении можно, познакомить читателя с терминологией, которая используется в работе и так далее. Научная работа должна быть снабжена многоуровневой рубрикацией, о чем уже говорилось. И я не устаю об этом говорить, говорю еще раз, потому что научная работа не читается как роман от начала до конца. И научный текст порой бывает интересен только в какой-то маленькой своей части. А чтобы эту часть найти, нужно иметь развернутое оглавление. А чтобы это развернутое оглавление осознанно воспринимать, рубрики должны иметь емкое название. Вот поэтому и следует делить научную работу на главу, параграф, пункт и под пункт. Это, собственно, создание внутри научной работы поисковой системы. Это уже один из компонентов так называемого научного аппарата научной работы. Следует также сказать, что в научном тексте, который по цели своей призван быть объективным, нельзя употреблять личные конструкции первого лица. То есть я, мы, пишу, говорю, считаю, думаем и так далее. Некоторые исключения можно сделать только для устной научной речи, то с натяжкой. Следует выражаться в научном стиле, пассивно или безлично. Как это? Ну, например, сведения приведены нами в таблице. Вот тут уже пассивная конструкция, но зачем-то добавлено нами. Нами просто нужно убрать, и будет пассивная конструкция. Сведения приведены нами в таблице. Или сведения удобно отразить в таблице. Следует отметить также, что в научном стиле целесообразно соблюдать единообразие сокращений. Потому что, если мы будем сокращать по-разному, то может возникнуть путаница, может возникнуть впечатление, что о разных вещах идет речь. Кроме того, единообразными обязательно должны быть термин. То есть одни и те же понятия следует называть одними и теми же словами, и наоборот. Одно и то же слово следует использовать только для обозначения одного понятия. И должны быть единообразными условные обозначения. Если мы ввели какую-то там условную единицу, то следует использовать ее постоянно и последовательно, не отступая. Иное затрудняет просто чтение научного текста. Нужно также помнить, что в научной работе нельзя использовать отсылочные слова, о чем уже было сказано выше, ниже, тот, этот, он, упомянутые, данные. Вот никогда не забуду. Курсовая работа, которая заканчивалась словами. Вот это и есть предостережение от этого. Я думаю, что как ни старайся, в предыдущем тексте не найдешь что-то, чего предостережение, потому что два раза слово это в одном предложении просто не имеет опоры в предыдущем контексте. Так вот, отсылки следует давать обоснованно, научно, на определенную главу, параграф, пункты, на страницу и так далее. Вот для чего, собственно, внутренняя рубрикация и существует. Вот. Если дается отсылка внешняя, то, соответственно, она оформляется по библиографическим правилам. Не следует использовать отсылочные местоимения, ну, о чем уже было сказано. Тот подобный, указанный, приведенный. Вот. Потому что они иногда приводят к двусмысленности и путанице. нужно использовать при отсылочных оборотах специальные указания строгие. Ну, вот, посмотрим на образец, который дан у нас. Смотри, параграф 3, пункт 5. Вот так гораздо удобнее, чем смотри выше. Вот. Действительно, понятно, где смотреть. Нужно сказать, что термины в научной работе не должны иметь синонимов и антонимов. Это требование замечательно выполняется во всех науках, кроме самой лингвистики, которая его и вводит. Ну, вот, что же поделать сапожник без сапог? У нас и существительный, и субстантив, и наречий, и адверп, а с другой стороны, наречием называется как часть речи, так и южно-русское, северно-русское наречие, то есть территориальные разновидности языка. Вот. Печально, но факт. Вот. Естественно, это может привести к недопониманию, к путанице, к затруднению в чтении научного текста. Нужно помнить также, что термины не должны быть многоозначными, ну, вот, как уже в приведенном случае с наречием. Нужно знать, что в научном тексте, хотя это и, может быть, несколько эстетически неприятно, но разрешается использовать одно и то же слово, а в особенности термин, столько раз, сколько потребуется для того, чтобы обозначить объект. То есть, если мы сегодня говорим научный стиль, то я могу подряд говорить научный стиль, хоть в каждом предложении, сколько заблагорассудится, потому что я не имею права подменять название объекта разговора в научной речи другим названием, потому что может возникнуть ощущение, что мы ведем разговор о двух объектах. Вот, опять же, для более точного и детального понимания. Не следует подбирать к терминам синонимы, ну, о чем уже было сказано, не только, причем, постоянные синонимы, такие как-то субстантив и существительные, да, вот как у лингвистики, но и такие, как там он, упомянутый и так далее, контекстные синонимы, то есть, заменяющие местоимение. Вот, так же не следует подбирать, а следует просто употреблять одно слово столько раз, сколько потребуется. Вот, ну, и на этом список требований к научным работам, на мой взгляд, можно завершить, хотя, естественно, можно и какие-то еще требования сюда добавить. Вот, однако наша работа вот в том объеме, в котором она была запланирована, закончена, и нам осталось только попрощаться. Мы завершаем сегодня, как я уже сказал, весь большой телевизионный цикл курсов о русском языке. Завершаем мы его логично, разговором о стилистике, о науке, которая изучает язык в целом, изучает функционирование языка на всех его уровнях. Вот, и таким образом мы подошли уже через описание стилистики от элементарных звуковых единиц языка к вершинным единицам, целым жанрам, которые являются предметом уже не, собственно говоря, лингвистики, а предметом литературы видения, наука видения и других наук. На этом я прощаюсь с вами, уважаемые телезрители. Большое спасибо за внимание. Всего вам доброго. Субтитры создавал DimaTorzok